Глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию доклад на тему позиотронной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией в оценке эффективности лекарственной и лучевой терапии немелкоклеточного рака легкого. Я думаю, актуальность вопроса уже была много раз освещена. Стоит сказать о том, что несмотря на большие достижения в профилактике лечения немелкоклеточного рака легкого, он по-прежнему занимает ведущее место в структуре смертности от онкологических заболеваний во всем мире, достигая 20% во всем мире и до 17% по данным 2015 года в России. И остается на пятом месте в структуре причин смертности от заболеваний, уступая хроническим бронхолегочным и сердечно-сосудистым заболеваниям. К основным методам диагностики немелкоклеточного рака легкого относятся рентгенологические методы, радионуклидные, магнитно-резонансная томография и эндоскопические методы. Стоит сказать о том, что позитронная эмиссионная томография занимает не самоведущее место в диагностике, хотя по последним рекомендациям НССН от 2015-2016 года у этого метода появилась уже своя ниша в диагностике немелкоклеточного рака легкого. В частности, рекомендуется проводить этот метод для оценки распространенности заболевания. К возможностям позитронной эмиссионной томографии при немелкоклеточном раке легкого относятся стадирование заболевания, оценка эффективности химии лучевой терапии, разметка перед лучевой терапией, диагностика рецидивов, метастазов и в ряде случаев дифференциальная диагностика. Мы остановимся на оценке эффективности лечения. Критерии оценки эффективности лечения впервые были опубликованы в 1979 году. Всемирная организация здравоохранения вела первые критерии оценки эффективности лечения. Позднее, в 2000 году появились критерии РЕЦИСТ, в 2009 году они были пересмотрены, так появились критерии РЕЦИСТ и версии 1.1, которые используются по сей день. И в 2009 году появились критерии ПерЦИСТ, которые основаны на данных позитронной эмиссионной томографии. Первые критерии Всемирной организации здравоохранения были основаны на оценке произведения двух перпендикулярных размеров опухолевых очагов, и методом измерения была сумма произведения диаметров. В этих критериях впервые были введены такие понятия, как полный ответ, частичный ответ, стабилизация заболевания и прогрессирование. Однако, с учетом того, что использовались два размера опухолевых очагов, с уменьшением одного из размеров значительно могла уменьшиться сумма измерений, и поэтому данные критерии были призваны не очень рентабельными для оценки эффективности лечения. В 2000 году совместно с Всемирной организацией здравоохранения, Национальным раковым институтом и организацией ОРТС были разработаны критерии РИЦИСТ версии 1.0. Здесь уже использовался один наибольший диаметр таргетного очага для измерений. Методом измерения была сумма наибольших диаметров, минимальный размер таргетного очага составлял 10 мм, оценивалось не больше 10 таргетных очагов. Для оценки изменений использовались компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. В ряде случаев возможно было использование рентгена грудной клетки, только если был четкий солитарный узел, и можно было его локализовать. Все те же самые варианты ответа на лечение. И в 2009 году были пересмотрены критерии. Это было связано с тем, что была гораздо большая выборка пациентов, на основании которых можно было сделать более точные критерии. Основными изменениями это было использование для измерений наименьшего диаметра у лимфатических узлов. Также таргетные лимфатические узлы считались те, у которых наименьший диаметр больше или равен 15 мм. Количество таргетных очагов было ограничено до 5 и до 2 в одном органе. И появилось такое понятие, как новые очаги, что автоматически говорило о прогрессировании заболевания. К методам оценки эффекта по критериям рецисто-1.1 можно было использовать компьютерную томографию, магнитно-резонансную и ПЭТ-КТ. Соответственно, полный ответ по таргетным очагам это исчезновение всех таргетных очагов и уменьшение лимфатических узлов в менее 10 мм в наименьшем измерении. Частичный ответ – уменьшение на 30% суммы таргетных очагов, прогрессирование увеличения на 20% или появление новых очагов. И стабилизация – это не частичный ответ, а не прогрессирование. С развитием таргетной терапии и появлением новых лекарственных препаратов, в частности, это было связано с тем, что большинство препаратов стало обладать не цитоцидным, а цитостатическим действием. Начался поиск новых критериев для оценки эффективности лечения. В том числе у пациентов, у которых длительно наблюдалась стабилизация процесса без уменьшения анатомических размеров, но увеличилась выживаемость. Так стали появляться новые критерии, в частности, появились критерии ЧОИ для гастроинтенциальных стромальных опухолей, критерии М-рецис для гепациллярной карциномы и с развитием позитронной эмиссионной томографии. В 1999 году ERTC опубликовала первые критерии, которые были основаны именно на оценке эффективности лечения по данным ПЭТ-КТ. Но данные критерии до сих пор в некоторых учреждениях используются, но не получили широкого распространения, потому что некоторые моменты не были четко оговорены. И в 2009 году Ричард Валли опубликовал статью, которая была посвящена именно критериям ПИРЦИСТ, критерий, который основан на данных позитронной эмиссионной томографии. Здесь была говорена стандартная подготовка пациента к исследованию, необходимость соблюдения протокола исследования, определенные сроки проведения исследования после лечения. Это не ранее, чем через 10 дней после окончания курса химиотерапии, не ранее, чем через 8-12 недель после лучевой терапии. Основными моментами критериев является выбор измеряемых очагов, нормализация уровня поглощения радиофарм препарата и оценка ответа опухольной терапии. Измеряемым таргетным очагом считается наиболее активный опухолевый очаг. В данной ситуации измеряется SUL-показатель. Это тот же самый SUB, который вы видите в заключениях по позитронной эмиссионной томографии, только нормализованный на мышечную массу тела. Это связано с тем, что у онкологических пациентов может очень сильно варьировать масса тела в процессе лечения, но пересчет на мышечную массу тела позволяет более точно подходить к оценке эффективности лечения. Это производится автоматически машиной. Для этого необходимо ввести дополнительные параметры роста пациента. И есть формула стандартная, по которой компьютер рассчитывает это измерение. Соответственно, таргетный очаг должен быть диаметром 1,2 мм. Выбирается область интереса, в которой измеряется показатель SUL. И измеряется не более 5 таргетных очагов, но чаще всего это один наиболее активный таргетный очаг. Нормализация уровня поглощения проводится по референсным значениям накопления радиофармпрепарата в печени. Если ткань печени изменена и метастатически поражена, то референсным показателем является поглощение радиофармпрепарата в нисходящей аорте. Стоит обратить внимание, что при контрольных исследованиях измеряемый очаг может меняться. Это говорит опять о том же, что мы каждый раз выбираем наиболее активный таргетный очаг. Пример расчета таргетного очага. У пациента опухоль верхней доли правого легкого. Мы диаметром до 1,2 мм выбираем зону интереса. Оцениваем показатель SUL. Макс 9,42 в данной ситуации равен. Дальше измеряем диаметром до 3 см уровень поглощения радиофармпрепарата в печени. В данной ситуации мы используем средний показатель поглощения, стандартное отклонение. И, соответственно, по формуле сравниваем. У нас пиковое значение SUL должно быть больше 2,43. В данной ситуации он 9,42, что говорит о том, что очаг таргетный. Если ткань печени изменена, то то же самое можно сделать по референсному значению в аорте диаметром до 1 см. Пример нет таргетного очага. У пациента тоже опухоль верхней доли правого легкого. У пациента уже после химиотерапии. Это как раз пример полнометаболического ответа, который я позднее покажу. Здесь накопление радиофармпрепарата максимальное значение 2,17. Соответственно, в печени 2,11. И получается, что по формуле SUL должно быть больше 2,94. В данной ситуации он 2,17, что говорит о том, что у пациента можно рассматривать как полный метаболический ответ на лечение. В критериях перцист полный метаболический ответ соответствует отсутствию очагов патологического включения радиофармпрепарата. Частичный метаболический ответ уменьшению пикового значения SUL на 30% и более. Метаболическое прогрессирование увеличения пикового значения SUL на 30% и более. По литературным данным есть ряд статей, в которых на достаточно небольшой выборке пациентов проанализирована возможность этих критериев и проведено сравнение между критериями рецист версии 1.1 и перцист для определения оценки опухоли на терапию. Обратите внимание, что по критериям перцист у пациентов гораздо большее количество пациентов выявлено как полный метаболический ответ и прогрессирование, метаболическое прогрессирование заболевания, чем по критериям рецист. В частности, в последней выборке 2016 года стоит обратить внимание, что у тех пациентов, у которых была выявлена стабилизация заболевания, их было 10 и еще 5, соответственно, у 10 пациентов подтвердила стабилизация заболевания по критериям перцист. У нескольких пациентов перешли в группу частичного метаболического ответа, и 2 пациента перешли в группу метаболического прогрессирования заболевания. Позднее эти пациенты были под наблюдением, и действительность прогрессирования и частичный метаболический ответ подтвердили спустя несколько месяцев и по критериям рецист. Таким образом, на основании литературных данных можно сказать, что критерии перцист и РТС более чувствительны и точны, чем рецист 1.1 в оценке раннего эффекта на лечение, и в том числе они более чувствительны в выявлении полного ответа на лечение и прогрессирование заболевания. В 2015 году мы начали проспективное исследование в онкоцентре, которое было посвящено ПЭТ-КТ в оценке эффективности лечения немелкоклеточного рака легкого. Целью исследования была оптимизация оценки эффективности лечения больных местно распространенным и метастатическим немелкоклеточным раком легкого за счет внедрения рационально-комплексной методики по критериям рецист 1.1 и перцист версии 1.0. В исследование вошли мужчины и женщины. Всего 63 пациента, страдающие немелкоклеточным раком легкого. Пациенты с 3-4 стадии заболевания. Исключение составили пациенты с метастатическим поражением головного мозга. Это было связано с тем, что по данным позитрона и миссионной томографии с тортозоксиглюкозой мы не можем объективно оценить метастатическое поражение головного мозга. И было две группы пациентов, созданные в зависимости от стадии тактики лечения. Первый пациент с местно распространенным немелкоклеточным раком легкого, которым проводилась химия лучевого лечения. И пациент с метастатическим раком легкого, которым было проведено 4 курса химиотерапии. Средний возраст пациентов составил 61 год. Преобладал плоскоклеточный рак. И, соответственно, по стадиям преобладал 3-я и 2-я B стадия. В 2-й B стадии было всего 2 пациента. Это пациенты с опухолью верхушки легкого, которым проводилась химия лучевая терапия. По лечению примерно равные группы получились у пациентов, в котором проводилось химиотерапевтическое лечение и химиолучевое лечение. ПЭТ-КТ проводилось всем пациентам на трех этапах. Первый раз на этапе стадирования, затем после первого курса химиотерапии с соблюдением всех сроков для оценки раннего эффекта на лечение и третий раз после окончания лечения также с соблюдением всех сроков. Количественная оценка эффективности лечения была проведена по двум типам критериев. Таким образом, вы видите дизайн исследования, что позитронная миссионотомография проводилась на первом этапе для стадирования определения тактики лечения, затем после первого курса химиотерапии. Хотя стандартно, если мы используем компьютерную томографию, ее предпочитают проводить после второго курса химиотерапии. Это связано с тем, что после первого курса, как правило, незначительно меняются размеры опухоли. После второго уже можно наблюдать какую-то положительную динамику. И в последующем проводилось после окончания лечения, и дальше пациенты находились под наблюдением. Несколько клинических наблюдений предоставлю вашему вниманию. Первый пациент аденокарцинома, четвертая стадия, было проведено 4 курса химиотерапии. Два таргетных очага было выбрано у пациента. Первый таргетный очаг – это опухоль в верхней доле правого легкого. Обратите внимание, что уже видно, что уменьшился размер и после первого курса химиотерапии, и после онкочения лечения, однако значительно более выражен метаболический ответ опухоли, потому что накопление радиофармпрепарата фактически перестало определяться в большом количестве уже после первого курса химиотерапии. Вторым таргетным очагом у этого пациента был метастаз в медиальной ножке левого надпочечника, который перестал определяться уже после первого курса химиотерапии. Таким образом, у данного пациента был достигнут частичный метаболический ответ после первого курса химиотерапии и полный метаболический ответ после окончания лечения, Однако по критериям рециста 1.1 был достигнут только частичный ответ. Вы видите, по соотношению процентов после первого курса химиотерапии мы видим, анатомические изменения опухолевых узлов уменьшаются на 36%, при этом накопление радиофарм препарата снижается на 85%. Это говорит о том, что критерии рециста значительно чувствительнее оказываются в данной ситуации. Уже после первого курса химиотерапии они могут прогнозировать эффект лечения. Второй пациент – плоскоклеточный рак, третья стадия. Было проведено три курса химиотерапии. Вначале два курса, потом дистанционно-лучевая терапия и консолидирующий курс химиотерапии. Два таргетных очага также выбраны. Первый таргетный очаг – это опухоль верхней доли правого легкого. Видно, что после первого курса химиотерапии она практически не меняется по размерам, однако метаболические параметры опухоли изменились в положительную сторону. Я покажу это на расчетных данных. И после окончания лечения опухоль значительно уменьшилась как по размерам, так и метаболическая активность значительно снизилась. Вторым таргетным очагом был конгломерат лимфатических узлов в корне правого легкого, который фактически по КТ может быть в небольшом объеме определяется после окончания лечения, однако накопление радиофармпрепарата перестало полностью определяться. При оценке эффективности лечения также можно обратить внимание на то, что по критериям лициста 1.1 после первого курса химиотерапии была достигнута стабилизация заболевания, общие размеры таргетных очагов уменьшились только на 15%, однако по критериям перциста 1.0 достигнут уже частичный метаболический ответ, так как метаболические параметры снизились на 38%. И позднее этот метаболический ответ, частичный, подтвержден по критериям лициста как частичный ответ на лечение. Общие размеры очагов уменьшились на 49%. Еще один пациент, плоскоклеточный рак, 3 стадия, было проведено 4 курса химиотерапии. У пациента было зарегистрировано прогрессирование заболевания. Пациент, большая опухоль в паравертебральных отделах, нижней доли правого легкого, которое узурирует критикальный слой прилежащего позвонка, фактически после первого курса химиотерапии размеры опухоли существенно не изменились, сохранялась узурация по КТ, но явных признаков деструкции врастания в позвонок не было. Однако после окончания лечения опухоль значительно увеличилась в размерах, стала врастать в средостение, врастать в позвонок с деструкцией его. И также видно, что значительно увеличилась метаболическая активность опухоли. И при оценке эффективности лечения можно наблюдать, что после первого курса химиотерапии по критериям перциста отмечается стабилизация. Такая же стабилизация замечена по критериям перцист, однако видно, что метаболическая активность опухоли увеличилась незначительно, но есть увеличение на 7,5%. И в принципе, что уже говорит о неблагоприятном прогнозе лечения, может указывать на неблагоприятный прогноз. И после окончания лечения прогрессирование было зарегистрировано по двум типам критериев. И видно, что критерии перцист по процентным соотношениям преобладают над критериями перцист. То есть по прогрессированию получается 70% увеличилась метаболическая активность и на 41% размер анатомический. И последний клинический пример. Я сейчас скажу о некоторых ограничениях данного метода. У пациента плоскоклеточный рак в состоянии постсихирургического лечения в 2012 году через 3 года было выявлено прогрессирование и было проведено 4 курса химиотерапии. Таргетными очагами была выбрана опухоль в прикорневых отделах левого легкого, лимфатические узлы в области бифуркации и конгломерат лимфатических узлов в аортопульмональном окне в области бифуркации и в корне легкого. Соответственно, вы видите, что после 4 курса химиотерапии достигнут значительный эффект в лечении и у пациента частичная регрессия. Обратите внимание, что по критериям перцист уже после первого курса химиотерапии при стабилизации по критериям перцист достигнут частичный метаболический ответ. Однако стоит обратить внимание, что после окончания лечения процентное соотношение уменьшилось. Это было связано в данной ситуации с тем, что у пациента было выявлено сопутствующая пневмония в легком воспалительный процесс, который мог повлиять на уровень накопления радиофармпрепаратов, в том числе в лимфатических узлах, что в принципе не позволяет в данной ситуации точно диагностировать. Однако спустя месяц было проведено повторное исследование, у пациента также была подтверждена частичная регрессия опухоли. Таким образом, при сравнительной оценке эффективности лечения по критериям перциста и перциста обратите внимание, что после первого курса химиотерапии по критериям перциста преобладает стабилизация заболевания, в то время как по критериям перцист группа достаточно разнородная и есть группа с частичным метаболическим ответом достаточно большая, которая преобладает над стабилизацией заболевания несколько пациентов с метаболическим прогрессированием. Сразу скажу, что у тех пациентов, у которых было выявлено метаболическое прогрессирование после окончания лечения, оно было подтверждено и по критериям перцист. И те пациенты, большая часть пациентов, у которых был частичный метаболический ответ после первого курса химиотерапии, он был подтвержден после окончания лечения по критериям перцист. После окончания лечения видно, что по критериям рецист у нас есть гораздо большая группа с полным метаболическим ответом и группа с прогрессированием, которая преобладает над теми же самыми группами по критериям рецист. Это опять же говорит о большей чувствительности данного метода. Одним из признаков, которые могут влиять на прогнозирование результата, может быть снижение накопления радиофарм препарата после первого курса лечения. У тех пациентов, у которых был достигнут положительный эффект на терапию, в среднем было снижение на 33% после первого курса химиотерапии. У тех пациентов, у которых было выявлено прогрессирование, накопление радиофарм препарата снижалось незначительно, либо были выявлены новые очаги. В основном они были в костях, которые были потом подтверждены по данным КТ. Таким образом, ПЭТ-КТ позволяет уже после первого курса химиотерапии прогнозировать перспективы лечения, может использоваться для ранней оценки его эффективности. Критерии рецист обладают большей чувствительностью выявления полного ответа на лечение и прогрессирования заболевания, чем рецист. Пару слов скажу о перспективах позитронно-эмиссионной томографии. Есть достаточно большой спектр радиофарм препаратов, который может использоваться. В частности, одним из универсальных препаратов это может быть препарат, который используется для оценки пролиферации опухолевой ткани. Это фтортимидин. Фтортимидин – это препарат, который является аналогом тимидин. Он поверникает клетку путем нуклеозидного транспорта, фосфолируется, но не встраивается в структуру ДНК, потому что ДНК полимеразового не распознают, накапливается просто в тех клетках, которые активно пролиферируют. На нижней картинке видно, что мышкам, которым вводили радиофарм препараты, уже после 24 часов, после введения цисплатина, можно было оценить ответ опухоли на лечение. То есть, если опухоль чувствительна к данному препарату, то видно уже снижение накопления радиофарм препарата уже спустя 24, тем более 48 часов. Однако данные радиофарм препарата больше в публикациях используются для оценки эффекта химии лучевой терапии. Это связано в основном с тем, что у использования фтортимидин есть определенные ограничения. Мы можем оценить эффект не ранее, чем через 8-12 недель, потому что обычно у пациента есть сопутствующий пульмонит, и адекватно оценить состояние легких затруднительно бывает. При этом фтортимидин можно уже использовать сразу после окончания лечения. Данный клинический пример из литературных данных у пациента крупноклеточный рак легкого Т3Н0М0 было выявлено прогрессирование через 2 недели после лечения зачет синдрома обструкции верхней полой вены. И после стентирования верхней полой вены смены режима лучевой терапии был достигнут частичный метаболический ответ. Обратите внимание, что исследования с фтортимидином проводились в одни и те же сроки. Однако на исследовании с тортозоксиглюкозой через 4 недели после лечения мы видим почти такое же накопление радиофармпрепарата, как и через 2 недели и до лечения. Накопление фтортимидина значительно снизилось. Это связано с тем, что мы не можем проводить исследования с тортозоксиглюкозой в такие ранние сроки после окончания лучевой терапии. И один клинический пример из нашей практики. Пациента плоскакали рак верхушки правого легкого. Вторая B стадия. В результате было проведено химия лучевой лечения до лучевой терапии массивной опухоли верхушки правого легкого с узурацией прилижающих ребер. По данным фтортимидином практически такой же результат, однако несколько более низкое накопление. И после лучевой терапии мы сразу же в течение недели провели исследование с фтортимидином, где видно, что накопление радиофармпрепарата фактически отсутствует. И исследование с тортозоксиглюкозой было проведено через 2 месяца, где результат подтвердился. Вы видите, что частичный метаболический ответ достигнут по обоим типам критериев, несмотря на то, что объем опухоли остался. Этот пациент позднее, через 6 месяцев, также было проведено 2 аналогичных исследования. У него сохраняется такой же частичный ответ по критериям перцист и стабилизация заболевания по критериям рецист. Спасибо большое за внимание. Спасибо.